Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Альбом называется She Raped Herself with a Knife Можно у меня на стене увидеть перепост записи с музыкой Саша, ты скажешь что-нибудь? Да, просят наш потише сделать, но вы колонки потише сделайте, тогда все будет отлично Игорян, ты запускай тогда матч, чтобы было понятно, что там по звукам в игре А я пока расскажу, что тут у нас вообще происходит Всем привет, сладенькие блинчики Встречаем вас на stopgame.ru Вы смотрите stopgame.ru И я, Александра Кост, и Игорь Суров сегодня со мной Мы будем показывать вам бету мультиплеера Call of Duty Infinite Warfare Которая началась в эту пятницу и вот сегодня уже скоро закончится Но мы успели, успеваем показать вам, что к чему Сегодня мы будем вести эфир вдвоем, потому что... Жеранкель и Дранкель заснули, и у Дранкеля трудности перевода, а Жеранкель его просто нет Да, вот самые стройные и самые не рыжие люди с нашего сайта решили кинуть нас немножечко Поэтому мы сегодня будем вас развлекать всего лишь вдвоем Но я надеюсь, что у нас все равно это получится отлично Мы обязательно как-нибудь вернемся в заявленном составе Где-нибудь в каком-нибудь другом эфире, не переживайте Вот, а сегодня вечером... Да, все-все-все Сейчас мы подождем, пока разойдутся те, кто сказал, все понятно, расходимся Вот, тогда станет спокойнее в чатике И мы уютной компашкой посмотрим на мультиплеер Infinite Warfare Ты ищешь матч, да? Да Хорошо Так, ну что же, что будет сегодня здесь происходить? Что-то... не слушаю я музыку на фоне, она есть? Она есть, она тебя не перекрикает просто Не перекрикивает Ну ладно Значит, сегодня нам будут доступны три стандартных режима Те, которые мы уже не первый год видим в мультиплеере Call of Duty Это Team Deathmatch, Domination и Kill Confirmed А также абсолютно новый режим под названием Defender Мы сегодня покажем их все Да, я надеюсь, что Игорь Андей сможет это все сделать Вот Я буду читать ваши комментарии, как обычно, на официальном Twitch-канале И, конечно же, на сайте задавайте вопросы, если у вас такие есть Вот уже пишут всем привет удачного стрима И вам привет, и спасибо И нам удачного стрима, и вам удачного эфира Да Уведомления из ВКонтакте, к сожалению, у меня Но я ничего с этим не мог сделать К сожалению, наш подписчик не опубликовал в каком-нибудь стриминговом сервисе Кроме ВКонтакте этот мазон Так что наш эфир будет засамплирован уведомлениями с ВКонтакта Предлагаю всем тоже дергаться и проверять на всякий случай Вдруг это у вас Вау, кто-то написал, да Да, 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 да Так, ну что же Если вы видели тест, который мы вот совсем недавно начали Перед эфиром Может вы видели, как там на одной из карт Игорян играл И враги, а также Ну, собственно, все, короче, кто там находился Прикольно подлетали в воздух Потому что находились в невесомости Мне так это понравилось Я надеюсь, что это еще раз будет ровно так же Насмотрят 777 человек Не 7 плюс 7 плюс 7, а 777 В мультиплеере сейчас в бейте мультиплеера доступны 3 карты Вот, я опять же надеюсь, что Не знаю, здесь же рандом, да, я так понимаю То есть выбирать карту нельзя Ну, надеюсь, что нам удастся попасть на все эти 3 карты Так, а что, говорят, уже разбор вышел? Значит, Денчик соврал Как вышел? Не знаю Он-то как раз сказал, что он из-за разбора тут, в общем-то, зашивается Не-не-не, это разбор полетов Это не трудности А, ты куда-то, ой Ну вот, мне все перепуталось в голове Ну ладно, мы стартанули Это пока ТДМ обычный И сейчас Игоряндия нам покажет класс, я надеюсь Играет он один К сожалению, у нас только одна плойка Так уж вышла Поэтому я тут исключительно как наблюдатель Ну, может, оно и к лучшему Потому что моя игра на консоли оставляет желать лучшего Да ладно, вроде на Игромире-то неплохо ты играл Там даже не на последнем месте было Да я даже на третьем как-то была пару раз Да, мы, кстати, пощупали, собственно, мультиплеер на Игромире Я вот читала, что многие из тех, кто на Игромир приезжали Тоже смогли его посмотреть, потрогать Ну вот я, несмотря на то, что вы уже знаете Как я не очень люблю, значит, будущее и вообще весь этот сеттинг Тем не менее, могу сказать, что конкретно просто по механике, по геймплею Мультиплеер меня порадовал То есть это значительно лучше, чем то, что мы видели в прошлом году Так что я, можно сказать, уже жду Infinite Warfare хотя бы из-за этого Потому что я, ну, сюжет, в смысле, сингл в Call of Duty Это такое дело совершенно отдельное Но я потом всегда смотрю по тому, сколько времени я провожу в мультиплеерных сражениях Соответственно, если игра может тебя затянуть в сетевых боях надолго, значит, игра удалась Но это лично мое такое мнение Если кто-то будет спорить, то он лох Лох! Пидор! Да Вы ничего не слышали, мы ничего не говорили Так, сейчас я послушаю, что там со звуком игры А че, че-то жалуются, или это так? А, слушай, ты мог бы сделать игру потише, потому что выстрелы достаточно взрослые Взрослые выстрелы Ой, взрослые, господи, что я клавил? Хорошо, но он от меня убьет, и она... Окей, спрашиваешь, что стоит на донате, но вы задонайте и проверьте Ты поставил в чем-то? Я вообще ничего не вставил И Максима нету, которую мог бы мне поднасрать, но... Это его проблемы Почему ты называешь эту музыку коричневой, и я тебя сейчас забаню? Да ёпт Ну выстрелы 18+, да? Ты сделай... Да сделай, я звук сделал Слышь ты Даже не очень понимаю, что напоминает эту карту Ну как же, трейн на Black Ops 2 или где там? Нет, вообще ни разу не трейн на Black Ops 2 Это скорее... Тоже в Black Ops была карта какая-то, но она делосишная Ой, что это сейчас было? Вот я говорю, что музло приятное, а вы чё? Если кому-то уши режут, сейчас я вам отрежу уши, и... Вы не будете больше мучиться Так, надо настроиться Если мой голос у вас дублируется, закройте где-то второй эфир Кост подносри Игорю Ой, если б я могла Пока я этим... Она знает, что потом табака прилетит в неё Да, у нас пока этим всем занимается мистер Лапка Он периодически подсирает нам всем Ну, к счастью, не в прямом, а лишь в переносном смысле То есть он мешает нам играть, есть, работать, жить, спать И вообще... Спрашивают, в чём разница мультиплеер этой игры и Black Ops 3 Визуально один в один Что меня может заставить купить её, конечно же, кроме ремастера Слушай, я не... По-моему, механика здесь гораздо более приятная Ну, после Black Ops в неё играть гораздо приятнее Она считается, знаете, как... Ну, не Ghost, например Ну, не знаю МВ3 Адванс? Плюс... Не-не-не, это Bad Advanced И я, кстати, в мультиплеер так и не поиграл И жалею Ну... Скорее для меня это МВ3 Хорошие стороны Ну и в будущем сеттинге Я хочу тебя расстроить Девушка, которая пришла ради Дениски Только Денис кинул нас и тебя вместе с нами Но его сегодня не будет на стриме Поэтому... Или тебе придётся удовольствоваться Моей рыжимородой Или... Ну... Тогда отпускаем тебя по твоим делам Какие тут интересные обилки и фишечки? Ну вот сейчас, я надеюсь, Игорян там Когда-нибудь в себе Каком-то киллстрик настреляет Нет, ну обилки-то они не за счёт киллстрик существуют Они просто постепенно накапливаются Вот Короче Тут такое дело, что я плойку забрал всего Пару часов назад и не успел поиграть ещё Вот, поэтому я немножко туплю И не понимаю, что здесь происходит Плюс в автобусе меня укачал немножко Ну, я не блевал, конечно Но голова у меня сейчас смутная Поэтому... Ай Вот Спрашивают, брать новый код или Titanfall Знаете, сложный выбор на самом деле Я до сих пор не знаю, что брать Titanfall или Battlefield Ну... 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 Музыку бы ещё на 10% потише, говорит Гурдун Вот прям на 10% вот ему вот Вот этих 10% ему очень не хватает Вот если бы 10%, то вообще Обзор новой бэткомедии, она просто вышаг Я так хочу дружить с Женей Он такой клёвый А он с тобой не хочет А он с тобой не хочет А он с тобой не хочет Вот... Прям с большим удовольствием посмотрели, поржали И его эти вечные сцены... Не, ну как поржали? Там... Ну поржали над ним в смысле, да? То есть мне вообще понравилось, как он сыграл опять этого следователя Мне очень нравится эта серия Его таких вот... Мне больше нравится мне следователя Этот... Блин, я даже не знаю, как его писать Когда он... На самом конце был последний ход А, вот тут ведрило извращенец-режиссёр Который в очечке Это разве режиссёр? Да, это оператор Да, наверное, оператор А Просит хотя бы на 9% потише сделать музон Ну, не знаю Окей, я потом сделаю Хотя бы на 9%, ребят ЖД Хакимару говорит, что он в пятницу был очень пьяный И запалел после этой пятницы Но мы заметили, ты нам тут писал такие вещи Ты прям даже не представляешь Сделал ровно на 9% Как вы просили Спорим, он даже ничего не поменял Нет, я правда поменял Я что, буду врать своим? Это знаешь, как у нас в институте было такое, короче Все показывали свои лабораторные работы Вставали в очередь типа к преподу, к столу И там по очереди показывали ему, значит, что сделали И типа ты такой стоишь, показываешь ему А он такой так, говорит Вот здесь вот неправильно у тебя цифра Вот здесь вот у тебя неправильно Ты иди типа еще раз измерь, смени показания А потом, короче, вернешься Ты, короче, уходишь Не снимаешь никакие показания Просто встаешь еще раз в конец очереди Проходит типа 10 минут, он тебя принимает Потом такой смотрит на эти же цифры Он такой, ну вот, блин, я же говорил Типа, все, вот теперь все нормально Ну это очень похоже Я так с тобой иногда делаю Как это, что ты где со мной делаешь? Когда проверяют твои лабораторные работы? Нет, когда тебе надо что-нибудь принести Там Ой, что-то не хватает, видите Чего? Вода какая-то слишком теплая Я тебе тушу воду предприношу И ты говоришь, вот теперь и другое дело Ничего такого не было вообще Угу Угу Если Денис работает над трудностями, окей Причина уважительная А где второй рыжий? Какая вот то есть уважительная причина? Не знаю, у него была бы уважительная причина Под названием Саня, я не смогу Вот так Спрашивают, будет ли превью по Infinite Warfare Вы знаете, скорее всего нет Потому что Время на самом деле поджимает Буквально на следующей неделе Я, ну как на следующей Типа двадцать шестого Или что-то в этом духе Я уже отправлюсь Я надеюсь, все будет хорошо И я полечу в Лондон Смотреть уже на релизную версию Поэтому, скорее всего Будет просто большой материал И с моей поездкой И уже типа с ревью Нового кода Так что Вот А сейчас я тружусь над историей серии Doom Я надеюсь, что она выйдет уже завтра Поэтому 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 вот Так что мы пока решили просто показать вам мультиплеер Раз уж полноценного превью не имеется А можно Как-то Внешний вид твоего бойца изменить? Ну, короче Сейчас доступно Пока у меня три Это Человек Человек в броне Потяжелее И робот А ты можешь потом показать экран с киллстриками Что там можно повыбирать? Ух ты Ух ты Какие у них там были некие ролики Про новых бойцов Это примерно так же было в Сидже Если кто видел Когда вы разблокируете бойцов новых То вам показывают Сидже роличек с ним Это прикольно, кстати Да, Стинго Я перебью тебя сразу Ты начал с фразы Во, Саша Вы же в Праге живете Нет, мы живем не в Праге В Праге живет Солод Вот, мы живем в Праге У Солода, между прочим Сегодня День Рождения Я предлагаю поздравить его Да Максим, мы поздравляем тебя с днем Рождения, вот, но он только что отэфирил, так что я думаю что его тут уже наши все поздравили, вот, но мы тоже присоединяемся Кост, когда новый обзор, меня достало рыться в тонах трэша.. Ну блин, я не согласна рыться в тонах трэша, поэтому я не понимаю Ради вас клевую карту очень красиво очень землю очень зимний я их показал уже выпала я думал ты как-то нет я имею ввиду ты прямо покажешь те которые есть наличие что мы посмотрели что можно по выбирать да не не чехии это иди погуби где находится рубля на то что ты будешь делать то максу 27 всего молодой еще он он твой ровесник да игорян у меня 27 но если мне 33 то тебе 27 я только так запоминаю скоро я свой возраст забуду и с твоим вообще проблем будет скорость под бурняки будут охватить форсите плохая шутка не смотри на меня так смотри на меня может тапки бросить не смотри так я ответственно заявляю в этом стриме что это последний эфир который я веду с Игорем Скоровым я больше никогда не буду смотреть на этот эфир ты всегда так говоришь между прочим ой 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 ну вот по моему наконец пришло время сдержать свое слово блин я полуавтоматическую винтовку взял и у меня черный кран черный кран почему черный кран молчи обращай пока комментарии все больше нет черного экрана говорят что код подинамичнее смотрится на battlefield стриме я зевал иногда считаю что сравнивать коды батлу немного неправильно ибо в battlefield масштабное сражение а код это шустрые по стрелушке ну как бы так оно и есть мне тоже не очень понятно чего все привязались к этому сравнению совершенно разный геймплей в колде достаточно все быстро динамично но в колде первую очередь это сражение 6 на 6 и и и карта они созданы специально под такое количество игроков небольшое и за счет этого и динамики больше и иные тактики так скажем используются еще по кругу бегаю вот на игромере было клево короче и там все оружие было разблокировано и убивал просто всех к королю с последним автоматом доступным а щас как-то чувствую себя ребенком подгузники можете пора я думаю скажешь горшок слабенько ну ты пошутил про подгузники мне что нельзя я снова повторяю что это последний стрим который я и виду с игорем суровым да блин осмотрим последний просто другая автомат будешь здоровым вести вот человек который тебя никогда не обидит саша просуждаешься своего аналитического дивана что лучше выбрать колда или титана или вообще пыта вот один но я не буду противопоставлять колду battle felt один я уже объяснил почему совсем недавно мне надоело это уже я думаю что совершенно разные вещи и это это в общем-то хорошо а вот этот фол не знаю мне первый тайтон фол сначала зашел хорошо но потом достаточно быстро надоело и в мультиплеере мне бегать было довольно скучно пока не туда не верю всяких типа дополнительных фишек но это случилось как бы сильно после релиза я еще делал ролик на все dlc то есть там в итоге понатыкали всякого действительно прикольного но я горю это как бы только через какое-то время и онлайн уже упал игроки ушли оттуда в общем это любимая фишка конечно сначала выпускать так а потом типа какими-то порциями додавать большая проблема титана фола в том что там был ебаный извиняюсь сезон пас которая растрабил аудиторию в итоге те которые купили игру играли с маленькими количествами игроков те кто не покупали им надоело и не хотели брать больше решить это вообще сколько это очень грустно на фоне можно ли что сменить на боль динамично это вообще сейчас не в тему вопрос задала так говорят что я уйду в деньчику все понял я уйду на я я уйду в новосибирск от себя бедный новосибирск все такси динчика конечно же никто не спрашивал но то есть все выпало почему так мало игроков чего не трое на трое это неприкольно потому что об этом не у всех это слишком для избранных она только на поиск 4 и только за предзаказ да кажется не в этом не дал мне кажется что то с серверами не ну серваки запустились в пятницу и все с ними было окей говорят что динчика легко ломать и кости подтвердит ну ладно посмотрим если что у меня еще на сибирске есть женя женя привет говорят сегодня предзаказал дизонард с маской корова фига клево маска миниатюрная или какая на мизинчик что значит маленькая на мизинчик надевается спрашивает нравится ли нам всякий игровой мерч ну вот нам очень нравится игровой мерч когда он действительно хорошо сделан такой мерч найти довольно трудно планируем в ближайшее время предпринять кое-что чтобы появился какой-то более-менее достойный мерч это это потом мы расскажем может быть ты тогда другой режим какой-нибудь еще потом попробуешь если в этой бейте жесткие баги вроде тех когда модельки персонажей отвечаются по размерам и из-за этого в них сложнее проще убивать баги нет ну судя по тому что кроме как мало народу багов как видите нет никаких давайте доминейшн посмотрим ты можешь просто бросить геймпад чтобы он еще громче упал я играю на playstation 4 игорь попернись ко мне сейчас пока что нет 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 все хорошо пожалуйста не бей нет 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 не смотри на место пишут на удивление визуальная составляющая в этот раз на высоте учитывая что infinite warfare engine базируется на древнем ID тех 3 хотя этот самый ID тех 3 проявляется тем что игра очень статично неразрушаемость и не интерактивность слушайте вот кармак что ли говорил что большинство игр которые сейчас входит они используют 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 и частички кода от квейк этого самого вот поэтому отстаньте откладите уже он выглядит отлично и таким маленьким сессивым играм сессивым не нужна разрушаемость как мне кажется кто-то так презрительно ага кармака больше слушай дэд мой дрэгон ты вообще что сделал для этого мира я сейчас историю doom делаю блин кармак просто пипец ходячий мозг если бы не он ты бы сейчас сидел бы и лапу сосала то и чё похуже кармак не было бы никаких шутеров и вообще да никак не дарксоулс хватит меня спрашивать я поиграл дарксоулс немножко и дарила ее нахер почему кстати вот я помню я тебе подарил тебе ты очень хотела о я хочу дарксоулс поиграть купил и дарксоулс и что и ничего в каждой игре есть частичка кармака и корочее другие режимы я вот как тоQu'я уважаю больше чем д м последнее во время почему ааааааааааааааааааааау старею наверно хоть плохие на код газа да арбузов да вот я продемонстрировал ну клёво же будет если бы не кармак это бы придумал кто-нибудь другой может быть и придумал бы но точно не тот чувак который сидит и говорит не слушай кармака вот он явно ничего не придумал может быть он придумал как говорить массу удобно и запутин дует посмотрим а пиксель сидит и все под ну типа обижает игоря что ты плохо играешь я хорошо играю если мне не плевать не хотелось из-за автобуса теперь игре гроза всех фруктов вообще-то арбуз это ягода ну смотрите . захватил от что сделал ты пиксель своими толстыми пальцами писал комментарий этот блин у тебя опять какая-то муторность на фоне где вот этот клёвый короче музон который сами просили может быть не подожди как когда мы начали только тестить там пошел клёвый музон и вот мы его слушали я говорю что вот он типа клёвый может быть что на дефицит альбом ну а ты поставь этот проект но я поставлю потом хорошо я вижу я играю я показываю людям клоу дюйти инфинит ворфаэр чё ты меня хочешь кост это что клоун развлекатель это . есть фишка типа жестов робота можно заставить показать козу вот я показываю козу он понеслась я вообще не знаю кто всерьез сыграет в спс геймпадом а главное зачем вы наверное потому что то удобно если ты не криворукий дебил с в сша как думаете что тизер от rockstar смены картинки на своем твиттере а я думаю а твиттерия блин он же не твиттор он твиттер ну еще называю стартая замолчи рд ремастер дпс 4 хуана или новый рд я думаю что это рдр точно и ну и скорее всего будет до ремастера массировать ты саша обзор на модерн афр ремастер будет понятно что поменялся только графическое составляющее но все же скорее всего будет только пока непонятно будет отдельные или на вернее не скорее всего точно будет но непонятно будет отдельном или вместе с инфинит ворфер посмотрим пойдет в коз живет нацист пусть и граммар кост холокост это футболка с рдр для гт онлайн ну блин а вообще тот чувак который гонит на игру с геймпадом просто пытается оправдать нелепой смерти игра чешу нелепых мы победили я на втором месте пулю нелепой вот тут правильно замечают что если вы играть геймпада было бы ужасно то шутеры на консолях бы не выходили и кстати онлайн на консолях шутерах лучше чем на пока конечно лучше таки ноги сейчас будем лицать то что знаете кто играет на пока ну продолжай ну алё алё привет алёша ну ты могу сказать что на пока наверное единственная сфера которую я бы с удовольствием играл это батлфилд я пробовал в четвертый батлфилд играть на ps4 и меня вообще ни разу не зашло блин у меня чувствительность на максимуме вот это сейчас что было снайперка такая а это пилка человек и город какой саша да и и и и скорпио 5252 орёт столько идиоты играет ну да да а чё не так сказал ты не охерёшь то а ты играешь в кс? завали ну правда играешь в кс в 2016 году 2к16 извиняюсь блять там крысы сидят сука мир подарил нам этот сидж а люди еще играют устаревшее дерьмо под названием кс ну правда я посмотрел кстати ночью там инферно видоизменили но не знаю мне кажется ебут старый труп не знаю тут крысы было раньше по моему кс и сидж сравнивать это как колду с батлой почему нет потому что совершенно разный геймплей нет серьезно да серьезно ну в одной игре нормальная баллистика в другой игре баллистика криворукие слепые люди делают ну чё там оборона тут оборона там бомбу закладываешь тут бомбу закладываешь это ой 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 куда это пошел что сказать ничего просто в кс играют не ради графики а ради тактики если ты рачела ясен пинти мне не понравится да какая там тактика слушать ну такая тактика тактика это в сидже тактика или любой нормальный другой запечатать ну отличная тактика да понятно но это только часть тактики возможно вариация тактика можно и сделать фейку оборону ну и в кс все это можно оборона фейку сделать можно можно запушить можно блин закрысить чё ты офигеть офигеть 2016 год можно запушить можно запушить в сидже нельзя запушить или закрысить там можно это сделать круче да блин мне кажется у меня правый стик умирает первый раз жизни тембровый серьезный мужик несет бред а девушка права что происходит с этим миром а чё в твоем мире девушки всегда несут бред бля мне жалко твой мир и 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 Будь честен, в CG и прочих баттлах стрелять проще Для кого-то проще, это лучше Проще значит лучше, ну не блять, не знаю Хочешь попасть в голову, надо стрелять в ноги, но не знаю, ребят Александра, а как Макса поздравили, ну как, как сказали, днем рождения минут 20 назад, вот так и поздравили 5Б занимает, заняли дашь А, займи Александр ведет себя как быдло, парень делает и говорит Да, делай, говорю, глаза про курицу, сука Обычно свою позицию отстаивает только быдло ссаное Да Нет, чтобы согласилась с мужчиной, лучше знает Он же муж ее, она слушать должна его, вообще не отвлекаться Что это? Тапок? Не знаю, как ничего 탄ит а мы победили вот чувак с ником халк преснов пришел учить на жизни ребят не сквернословьте пожалуйста это вам так не идет оставьте это всяким блогерам такое впечатление что всем охерели говорят на кости не гнать него вагины не тянет спрашивают ела ли я когда-нибудь акулий плавник ну нет это исландии какой-нибудь спрашивают нет у нас просто есть дружане которые фанатеют от исландцев что бы они не делали вот и он рассказывал что он пробовал есть вот эту традиционную игру акулий плавник который гнилой при этом и ему не понравилось ее конечно потом депортировали из как нам игра ну играется прикольно попробуй сейчас другой режим нет я еще хочу доминашен но я хочу стики не такими чувствительными сделать сейчас будет кстати эта карта где невесомость тф2 скатился в говно после фп что такое фп тф2 это фп тф2 ты спросил что он имел ввиду я тебе говорю да блин опять нету оружие игорь снижает чувствительность сосков да я тоже почему-то про соски тогда подумал и вспомнил серию южного парка когда там чувак соски свой натирал не знаю почему вспомнил а он так стреляет да вот здесь наконец-то карта в космосе где они короче я так понимаю что сначала они бегают у них все окно потом когда умирают что они перестают работать ботинки которые их к полу прикручивают но в общем видимо что-то отключается они начинают летать по воздуху интересно как устройство понимаешь что человек наверно жизненные показатели того этого теперь он может полетать так а где бы на летающий труп гораздо проще транспортировать куда-нибудь его просто пнул и он полетел ой блин сколько их там вот не мог бы ты кстати зациклить этот трек который сейчас играет мог бы наконец-то попросите вот я прошу пожалуйста игре зацикли трек который сейчас играет блин а какой сейчас играл трек аааа наверно ты садим тут вот тут задали резонный вопрос почему остальные предметы не летают конечно не мертвы не когда говорила про ботинки которые прикручивают полу я вспомнила фильм стартрек один из старых это как там где типа у них такие ботинки были специально тогда еще прилетели на чужой корабль короче и убивали там кого-то прилетели убийцы в костюмах и не было видно их лиц но зато у них были ботинки которые позволили в невесомости ходить по полу они магнитные какие-то были на лови гранату гандоша вот слушайте все мы нашли короче нормальное объяснение после смерти душа человека летит вверх но поскольку это игра она улетает вместе с телом оружие скажешь бездушная тварь и и ничего нет хочется погодить 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 то есть кость и и диску слушай а интересно вот если кого-то рядом с тобой убьют ты можешь посмотреть на него и как вот он до потолка долетит покажу но не себя кого-то еще я ее я показал я продлезать в обили а вот все то есть он там просто остается да короче прикольно но не исчезает это понимаешь спустя какое-то время может быть после смерти твои персонажа не исчезнет это их не видишь больше никогда потому что умрешь лиц вопросы тф2 или овервотч хз колда или батла да ёбать то и другое кс или инсургенси кс сидж или сидж конечно сидж сидж или кс саш ну че ругаться я же такой хороший я кстати заметил что теперь точка занимается с первого раза то есть надо ждать когда она станет нейтральной и и если я правильно понял да ебитесь конем это что враг кола или пепси конечно кола кола или доктор пеппер ах к ochre пеппер сука let's stick ф ребят на муне вообще не изменился как вверх с пушками без отдачи так и остались но вообще он должен быть извини и звениться все он должен был измениться Ребята, а где мультиплеер, шутерная составляющая где-то корриднальная поменялась? В Battlefield, что ли, поменялось что-то? Да нет. Те же по стрелушке. Что, там фолия изменилась? Да нет, то же самое. КС, что ли, изменилась? Хм, Кост или Сура? Голосование идёт. Голосование идёт. Дуров ли мэлру? Игорь Кост или Саша Сурова? Смотри, я вообще не придал это. У меня там какие-то арабы, то ли французы орут. На фоне. Ну, кстати, во Франции много арабов, так что... Всё правильно. Просто вы говорите, что вам очень понравилось то же самое, что ли понравилось? Ну да, блин. А чё такого-то? В принципе, знали, что ждать это и получили. Норм. Норм. Да, ёптить, с трёх мест в жопу стреляют, хватит. Пиксель, чё ты вообще про французов и арабов мне тут затираешь? Ты даже никуда за пределы своего города не выезжал. Откуда ты смотришь? Ты вообще молчи, а? Откуда я спрашиваю у него? Он сказал, что ему неинтересно никуда ездить, и он всю жизнь так и проживёт в своём городе. Ну правильно, чё вы просто говорите. В Казахстане. Аааа. А что? Всё, тогда ладно. Ну, Казахстан, да? Ну, да. Не займёт точки. Чё-то вот я не понимаю обилку этого пацана, моего тяжёлого. Не ваншота это... А это что, пулемёт типа такой, да? Да я вообще не понимаю, что это. Энергетический луч как у Ghostbusters. Да как вы так быстрее меня убиваете, я не понимаю Покажите это Окей Всё равно что-то не так с ними Слушай, а чё там с самсунгами и со взрывами всякими? Ну короче, анонсировали летом новый плёвый Samsung, Note 7 Он типа вообще флагман, бомба и все его так ждали, а потом бац Оказалось что у них взрываются батарейки И они сначала отозвали какую-то партию, которую считали дефектной А потом оказалось что вся партия дефектная Попробовали починить, но у них ничего не получилось Ну и предсказуемый итог Теперь у них убытки на 3 или 4 миллиарда долларов И репутационные потери, понятное дело И народ, который захочет вдруг покупать Samsung Galaxy 8 В будущем году он несколько раз подумает, что это, блять, сейчас было Что это за собака сейчас была? Подумает Хорошо Это было жутко, это тебе смешно, и я вообще не понял, что происходит Это ж... Я понял, что просто труп так быстро пролетел Я тоже сначала, да, потом оказалось что это собака Пес собачий Да ёпта Крысы пипец Рыбодок Единственное в мире малыш рыбодок Жизнь Я смотрю сейчас на свой Samsung И... Переживаю теперь Не, ну... В этих моделях всё нормально Это вот именно у Note 7 такое дерьмо Да-да-да Я к тому, что теперь на Ратвуте несколько раз думать Задумываться о покупке Следующего флагмана Что я тоже... Я не буду покупать Может быть даже на Андроиде больше ничего Что-то меня Google, например, очень расстроил А чё? Выпуском Pixel Ну, когда я брал Nexus 5X, я думал, что я получу... Буду получать поддержку моментальную Там, новой версии прошивки и бла-бла-бла А оказывается, вот они анонсировали Pixel Новые смартфоны Уже не под брендом Nexus, а под Pixel И... Всё Про Nexus они забыли И... Всякие эксклюзивные фичи будут у Pixel А у Nexus не будет ничего И... Это нехорошо Спрашивают, какой у меня Samsung У меня... А3, да? 2016 Угу Я бы тоже в следующий телефон хотел айфон обратно Да, я тоже думаю, что пора валить Да-да-да Мы наигрались в ваш Андроиде Он, конечно, вообще клёвый Ну... Он удобный, но... Не знаю... Мой... Мой тормозить уже начал В прошлое года Ну вот мой... Мой... Мой тоже начал... Подлагивать и перезагружаться О, не перезагружаться... А, да... Парой раз он даже завис и... Во второй раз, когда он завис, там, за две недели я все понял За последние пять минут За последние пять минут Игорь все время бежит в один коридор с рестницей Неужели это все так все плохо с дизайном карт? Не знаю, мне кажется, это только у Игоря, когда он разговаривает Какой-то рефлекс бежать просто... Просто понимаете, когда человек стримит... Коридор с рестницей Да, сейчас покажу А че у нас в следующем году будет за айфон непонятно еще? В основном дизайном айфон 8 будет Вот и его я жду Вот прям жду-жду Игорь, открой ящик, скрафт и пушку Че? Каким-то гейским голосом сказал Щас! А, ящик, говорите, да Давайте Где они тут? Сторж Спрашивают, как там Форза на ПК поживает И насколько реален массовый замес Ну, Форза хорошо поживает за свои 4000-то Поэтому мы ждем новогодних скидок И, скорее всего, если и будет замес, то он, наверное, будет Новый год Привет из Грузии, как вам игра? Привет, Грузия! Как у вас там погод? Да, погода Погода Мне кажется, у вас должно быть тепло Хм, слушайте, правда у них какой-то крафтинг появился Хм, прикольно Ну, только я не хочу щас этим заниматься По правде говоря Ну, покажи, что там вообще Я показываю Хочем-нибудь, не знаю Ну, то есть, да Можно, короче, я так понимаю Прокачивать пушки А я тут думаю, что они так быстро обивают А они просто пушки прокачивают Вот Добавлять им дополнительно перки Уникальные О, ящик можно открыть, во Слушай, как ты думаешь, в новом айфоне тоже не будет джека? Мм, не будет Да и правильно делают Блин, миниджек это устаревшее говно Так ты же сам наушники втыкаешь Так в том-то и дело, что я не хочу наушники втыкать Я хочу Ты будешь покупать вот это вот за 500 евро или сколько там? Наушники? Что я буду? Почему за 500 евро? Это что за наушники, которые стоят 500 евро? Ну, которые, типа, беспроводные? А почему 500 евро-то? Ну, потому что они до хера стоят на 20 тысяч или сколько? Беспроводные наушники не стоят 20 тысяч Ну, нет, эти Apple-ские Ой, блин, нет, Apple-ские наушники я точно никогда брать не буду Потому что они по факту говно А типа они подойдут к айфону anyway? Да любые беспроводные Любые подойдут? Любые подойдут К любому телефону любые подойдут Ха-ха-ха-ха Вот это я понимаю скины О, тут прикольно Ну чё там, чё там новый режим-то? Да-да-да, щас Defender Capture the drone, I hold it Окей, понял Чё за музыка играет? Это опять Тимур? Музыка Тимура Да, музыка Тимура играет Я думал, ты зациклил Ну, как-то не получил сейчас я зациклю Давай чём-нибудь другое Она очень нудная, пожалуйста Я-то хотела, чтобы было что-нибудь живое Сейчас я у Женьки возьму только Этот Этот Господи, где его? А чё у него там? Всё, вот Зациклил эту песню Прикольно чё не показать вам У меня, короче, есть фотография Саши С отрубленной головой Но я вам её не покажу Давай, щемать Ой, а чё он у меня сбрасился? Окей Это кто написал Hey Bitmaker? Не знаю Ну... А... Стори-серия про CS Вложится в один выпуск Хотя, я помню, там был сюжетный режим, даже H.A. сюжетная Conviction, что ли, называлась Или Condition Zero, Condition Zero, кажется, вот Там надо было... Игорь, тебе же шапку дали новую на бойца и скин розовый, обмажься всем этим как следует Точняк Я хочу обмазаться Почему некоторые шапки похожи на шапки Мастера Чифа? Так, погодите, а раз вот эту шапку дали? Может мне на другой персонаж дать шапку? Ну, давай другой персонаж тоже Там что-то розовое должно быть Скин Ну, честно говоря, не вижу розового скина Может быть, это есть бойцы, которые у меня не разблокированы Возьми третьего Ты третьего не брала? Нет, еще Тут как раз поиграем М-м-м-м-м Не, ну правда, проводные наушники Это такая боль Вот сейчас я сижу с проводной гарнитурой и жду, когда я могу подключить свои Рейзер Мэн оф Вор, беспроводные как царь Вот, кстати, про Рейзер Мэн оф Вор будет обзор Мэн оф Вор? Мэн оф Вор Мэн оф Вор Там очень странно написано Пишется Мэн оф Вор Мэн... Мэн оф Вор Ты знаешь, самое классное английское слово, знаешь, какое? Какое? Враф 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 Вкраш еще Хардстоун, я спрашиваю Ой, нет, фу Так, загружается новый режим Ты спрашивала, конечно, я напомнил тебе два слова, которые все от тебя брали А я просто вспоминаю, а этот пушку настраивал или нет Чего у всех такой скин? Capture Objective, ага, там где написано grab, надо ее заграбить, я понял А каждый должен заграбить или только я? Так, и че мне с ней делать? Ой, это ж... Ой, нет, 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 нет И че, куда ее нести? А куда ее нести? А, надо как можно дольше, что ли? А, я понял, да, все понял, да Это надо перекидывать мячик, короче, как... Офигенно Ну, не знаю, как насчет офигенности, да хватит меня убивать Тебе нужно найти какого-нибудь напарника, партнера, чтобы перекидывать это яйцо Блин, знал бы Дэнчик, что он мог быть моим партнером, с кем я буду перекидывать яйцо свое Да, он бы пришел, да Он бы сказал, хватит трудностями заниматься, я хочу яйцами покидаться Думаю, так и было бы Только я не понимаю, почему никто не берет, почему только я, блять Заняюсь А ты можешь потом еще класс снайпера выбрать? Да, могу Попросите, я возьму Блин, кидай своим... Интим... Тиммейтам в лицо яйца Да кому? Мой тиммейт стоит возле этой херни и не туда смотрит вообще Слушайте, а кто-нибудь знает, что за история с упаковкой от Принглз? Это где-то можно услышать? Может быть, в подкасте в каком-то? Ну, так душевно в подкасте Ну, имею в виду, в каком-то выпуске конкретном Или он в каком-то стриме это рассказывал Я просто до сих пор не знаю, что произошло в кинотеатре, в Принглз и прочее А когда Дэнчик был в гостях, было не до этого Хотя я вот хотела спросить, но как-то все время отвлекали меня Я что, стеснялась, что ли? Нет, отвлекали меня от этой темы Мы постоянно ржали на какие-то другие темы Но в скоб В любом стриме с Костей Денисом... да нет В любом стриме они вспоминают эту историю, но не рассказывают ее полностью Ёпта, хватит убивать! В последнем стриме по Сирже вроде бы Косте рассказывал полную историю А это на чем канале был стрим и где искать запись? Может вы мне тогда расскажете, давайте Я, короче, понимаю, что снайперам в этом мире жить трудно Ну не в этом режиме Ой, это я что, собака теперь? Блядь, все, нет, я не собака Хе-хе-хе Ты, наверное, закрыси так куда-нибудь, а не бегай на них Тут, наверное, бегунка надо брать, бери бегунка Ну я хочу найти место, это крысить Сука Короче, не хочу снайперам бегать Я не люблю снайпера Ну ладно, хорошо, вы уговорили Действительно, Костян умеет рассказывать Ищу в стриме Дэнчик кинул банку обоссанную маленькую девочку Серьезно? Хе-хе Почему? Хе-хе А, ну, типа, он, наверное, отлил банку от Принглс Ему, наверное, очень хотелось А потом кинул ее в какую-то девочку Ну окей, ладно, нет Потому что Дэнчик способен, типа, на сайте в кинотеатре В банку Принглс, я еще поверю Но то, что он потом захочет эту банку в кого-то кидаться Блин, он слишком интеллигентный чувак Ну серьезно, вот вы его не видели Ну хотя, может, кто-то видел А вот мы с ним общались лично Он очень вежливый, адекватный Клевый, не знаю Ну, в хорошем смысле, не то, чтобы он какой-то там Блин Там вроде дело было в кинотеатре Ему вроде мешало смотреть девочку Он взял пачку Принглс, нассал туда и кинул Так, а он это, предварительно закрыл ее крышечкой, нет? Это что за кино было, что? Да ладно, говорят, девочка инвалидом была, серьезно? Я думаю, ты уже шутит Поговаривай, он еще кричал Нервно-паралитическое прошло Да-да, девочка была инвалидом, геем и афроамериканкой Так, чувак, я буду тебя защищать Ой, он меня кинул, а куда он делось? Что-то я вообще не понимаю этого режима Сложно Так Ну я схватил Так, так, так Надо было обратно Вот я кинул Вот опять схватил Я побежал Тогда не позволяйте Денчику общаться с Костей Испортиться же человек Да ладно, Костя тоже отличный Вы просто не знаете их на самом деле Они на самом деле очень прекрасные люди А, вот это что Мне говорят, на самом деле Ден просто сказал, что любит брать в кино банку Спринглс, но потом пошло все как-то испорчено Ну то есть я все представляю Денчику поделился информацией про то, что он просто берет Принглс, а Костян тут додумал и про ссаней, противочка Да, я помню как Слушайте, извините Духа Б96, ты можешь найти мне эту экспресску и кинуть в личку ВКонтакте? Я буду очень признательна, спасибо Да 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 берись Да Игорь, представь, что это банка с мочой и кидай Ну вот окинув человека И он встал Еще одна девочка Я буду его охранять, наверное Всем смотрящим и играющим привет, я смотрю тут обе истории про Дениса и Принглс, мне обошлось Да, несмотря на то, что сладенький сегодня не с нами, все равно мы обсуждаем его, его чипсы, его девочек, его саней Да И прочие замечательные истории Да, блять Дима Какой-то там Дима не убил Ах, он Дима Что еще ресетинг Ты должен бегать, пока дата оплоуд Да быть не может, я не могу дольше там 5 секунд просто прожить Я-то хочу пожить, я хочу это все сделать, но не дают мне Мэттементы меня не прикрывают Вот они должны рядом со мной бегать, а площадь так, что я за ними бегаю Так не должно быть Александр, прими в друзья в стиме, ни на что не претендуя, в друзья не набиваясь А что ж ты делаешь? Говорят, ты точно умеешь в геймпад? Может тебе уже пора в подкузнике? Да я тут 15 людей настрелил, конечно я могу в геймпад Просто надо класс настроить, а вот я вот вам рекомендую, кстати, в этой части колды Дополнительное оружие не брать, а настраивает именно праймари класс И добавит туда всякие рукоятки и другие причинделы, которые повысят стабильность и урон наносимый Вот он Да нет! Ой, я опять подобрал, да как так, да чувак, да умеет, ты меня что, бить не можешь? Давай по кругу бегать Мы реально по кругу бегаем А нет, у меня раскусил все Раскусил Конечно, осталась проблема извечная, это с респауном Иногда респаун попадается такой, что возле противника ты оказываешься и сразу же умираешь Это не должно быть, к сожалению Саша, скажи, Игорь, что он по ситуации с Nexus и Pixel просто не разобрался Да, что там можно было не разобраться Спасибо духу, что кинул в личку, посмотрю после стрима обязательно Нет, я совсем разобрался и то, что, короче, некрасиво с Nexus поступили все равно Сделали эксклюзивно программные фичи, которые отлично бы, блять, работали бы на Nexus Я понимаю, что сейчас скажут О, так скачай отдельно ПК, но это же и обновляться не будет И оптимизироваться под Nexus железо А железо в Nexus 5X, например, достаточно хорошее, чтобы это все тянуло и работало стабильно Тут именно нежелание Google Просто понимаете, Google вообще вот впервые за историю Android Они продают железку, именно телефон, как телефон Раньше они с Fender общались, чтобы Android был такой Ой Их Nexus был телефон для гиков И они не зарабатывали на этом телефоне, а на Pixel Они как раз собираются зарабатывать, как Apple с iPhone своим Вот Тут, кстати, можно сказать и про конский ценник на сам Pixel Он очень сильно завышен За младшую модель то ли 700, то ли 650 баксов стоит Это 5-дюймовое чудо Но это не очень хорошо И по производительности он уступает сильно iPhone Вот А, у нас еще трое было, а это нам еще так плохо Саша, а ты ждешь Divinity Original Sin 2? Есть вероятность, что ты в тандеме с Васяном будете ее стримить, как старые добрые? Ну, не знаю, мне кажется, старые добрые времена на то и старые, на то и добрые, что прошли Так что вероятность того, что мы вернемся именно вдвоем Очень-очень мала Хотя Может и вернемся Я спрошу у него Может он и согласится Сейчас Когда она там? Когда она там? Сейчас я побережу А, но это еще в 17-м Да? Нет Да Да Я восстал от музыки Включи что-нибудь другое Или вообще выключишь Включи что-нибудь клевое, у тебя только не нудное Нет, я включу клевое Клоудючное А, ну ладно Потому что авторские права такие авторские Почему? А, вот почему Все фишки придут и на Nexus официально, просто немножко позже Не придут Google Assistant Не, Google Assistant придет Pixel Launcher Он не придет Пожалуйста, почитайте Какие эксклюзивные фишки будут у Pixel Это камера И Pixel Launcher Как минимум Бесплатное пространство для Google Photo Unlimited Это прям Тоже удар-поддых У тебя только желтенький Автомат Или это Я когда его выбирал, я думал о тебе Почему? Ну что ты у меня желтенький Я ж ты китаец Азиат Так а зачем тебе Pixel Launcher? Он няшный, быстрый и минималистичный А я только люблю Я думаю, только все любят Не биваю И чем ход с Google Photo удар-поддых? Ну С максимальным качеством С оригинальным качеством фотографии Будет заливаться бесплатно на их сервис Это что? Че за немцы у меня тут на фоне? Какие немцы? У меня тут немец один То ли мастурбирует, то ли играет так странно Он вздыхает там или еще что делает Вот опять же Или у него там на фоне Может не немец? Гугл на онлайн черт был эксклюзивом для нахсуспеть почти полгода Убили, что владелец нахсуспеть, тогда тоже был недовольный И ничего, все нормально было Гугл на онлайн черт Алло, это другое Алло 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 Алёша Алёша Лёха Ты вообще пользуется стандартными лаунчерами, они же ужасны Ты это ты сейчас говоришь или ты читаешь? Нет, я читаю комментарии Я уже не знаю Ну у Google, у Nexus хороший лаунчер Я не знаю, как его можно и не любить Но при этом пиксель лаунчер еще лучше и поэтому хочется его тоже любить Ой Он тут свистит на фоне Щайзе скажи Как я ему скажу-то? Ну а он как-то не говорит Я потом на геймском не пустят Я, может быть, еще хочу на геймском А ты хочешь поработать на сейшем геймском? Ага Если заденете существенно, то конечно бы поработать За еду нет Или это вопрос из зала? Нет, ты от меня был Пиксель камера на 90% та же Google камера Сейчас на своем Nexus попробовал Разумеется, постоянного HDR Plus не будет Потому что процессор не тот А больше ничего интересного там нет А смысле, постоянного HDR Plus? Я фоткаю, у меня постоянный HDR Plus Ты вверх там, дай его Да ебчинский Да Я так понимаю, ты не оценил Defender, да? Это там нужно Тиму играть? Ну да, это нужно, чтобы именно твои люди Хотя бы там 2-3 человека были Чтобы ты смог с ними координироваться Ну или чтобы игроки еще понимали, что надо делать К сожалению Те чуваки, с кем я играл, они вообще не поняли режим И они играли просто TDM Ненавижу таких Сейчас у меня на Google фото залито 17к различных фоток от маленьких до Full HD Осталось еще 14,8 гига Не понимаю, какие проблемы могут быть с пространством Могут быть с пространством Окей Правильно Если ты не знаешь, что ответить на вопрос Просто повторяю Вопросы вытвердительные Предложили Да не конечно, короче Спрашивают, а тут можно отдать желающему из чата купон скидки 70% на Ori Definitive Edition? Конечно, конечно можно Кидайте, чё хотите Чё спрашиваете-то Ваш код Только если там купон какой-нибудь Не знаю, ну Кидайте Блин, я же просто вот настроил пушку и совсем другое дело Да Желтенький Азиатская пушка Ну правильно, азиатская карта, азиатская пушка Это было совершенно не Короче, это было очень политкорректно Привет Привет Что-то все азиаты сомневаются, но ладно Вся азиатая, которая смотрит этот стрим Прикольно, граната сейчас была, это твоя огненная, да? Это огненная граната У тебя не получается Сказать как надо Ну вот эта часть клоудить выглядит гораздо красивее Black Ops 3 Я не знаю, как некоторые могли утверждать, что 3 Black Ops выглядит красиво Женька-то? Не, Женька ничего не говорила Она, по-моему, играла Я про всяких блогеров А, Лопинова? Я просто, по-моему, Женька играла в третьей части и называют ее тоже крутой Ну-ка, Жень! Жень, а Жень? Людк! Людка, Людк! Давай, ну Деревня Ну вот, победили, смотрите, на второй месте Все, нахуй Отлично, это у тебя был TDM? Да, это был у меня TDM Давай, может, в Kill Comfort еще немножечко побегаешь Может, Грин, еще карта будет И этому уже 3 показать А это, получается, 3 уже, да? Вообще, это 4 режима доступны Нет, я про карты Да, 3 Да, все Мы все, Саш Ой, я что-то сделал Что я сделал? Я ствол убрал Здравствуйте, Александр и Игорь Ощущается ли Infinite Warfare по-другому по сравнению с Black Ops 3? Да, я уже говорил Это, да, ощущается по-другому с Black Ops 3 Понимаете, у нас была какая-то тактика и мы ее придерживались Правда, она по-другому ощущается Тут как-то все сбалансировано вот И удобнее стало Так, по заявкам слушателей Так Это огненный дракон Вот так вот Это огненный дракончик Это огненная граната Простите Александра Пожалуйста, спроси у Игоря, насколько локаций и как ему баланс Локации карт? Карты всего сейчас 3 открыты в мультиплеере, поэтому говорить об этом рано Ну, баланс, ну, пока непонятно Непонятно Вот, вы заметили, наверное, по стриму, что вот как-то очень быстро тут меня убивают Заметель Я, я думал это Блин, когда этот чувак у тебя выдвигает вот этот, ну, тут, короче, да, пушка у него так раскрывается, напоминает мне этот Dead Space Почему Dead Space? А у него там тоже был этот А-а-а, это резак Резак, да-да-да А он так тоже так раздвигается Ну, с балансом, вот, проблем, наверное, не только с респауном стоит, мне кажется, они ее опять респаун поломали Вот Ну, мне кажется, так всегда было, я даже не помню икру, в которой такого не было Второй Modern Warfare, первый Modern Warfare, первый Black Ops А, нет, в первом Black Ops это началось Не-не-не, в первом Black Ops, да В первом это все началось, да С первого Black Ops они стали раздражать нас всех И решили добивать дальше Вообще, в Ghost вроде Ghost был с респауном хорошо Ghost многие критиковали, но за сюжет, понятное дело, но вот в мультиплеере он, ну, более-менее, хорошо игрался Правда, оптимизирован был не очень Но респауны там были нормальные Тоже трупы Свой? Свой Он пошел с мой, ты типа меня спрашиваешь, твой труп? Окей Мы вчера посмотрели Человек и швейцарский нож С Дэниелом Рэдли Клиффом и чуваком из пленец Дэниелом Рэдли Клиффом Да ёпта Где все? Да блин А, вот Ну, привет Доратуйте И, короче, фильм оставил двойкой впечатление С одной стороны, прикольно С другой стороны, очень грустно Закончилось С третьей С третьей стороны, если посмотреть То, блядь, а где логика? Они, это что? Ну, я понимаю, что это сказка, но Как-то Концовка Про человека с швейцарским ножом Блин, блин, это такой был Вы поняли в конце, кто там, кто и что произошло? Если поняли, расскажите мне, пожалуйста Я буду вам очень признательна То есть я понимаю, что человек не попадал ни на какой Обитаемый остров, необитаемый остров Это было очевидно практически с самого начала Что у него реально какие-то глюки и прочее И что он себе представляет трупа в качестве друга Но кто на самом деле этот труп и кто этот человек? Чей это все-таки был отец? Кто есть кто? Who is who? Да, я очень удивился, когда отец подошел Стал оплакивать труп в мешке А потом оказывается, что он папашка Он с другом стал общаться с ним нормально Да, я вообще не поняла вот это Когда они к воде пошли, типа, вместе Он как бы и на него нормально отреагировал Ну, я могу сказать, что Рэдклифф молодец Он стал сниматься не в попсовом дерьме Ну, кроме про фокусников А вот он снимается в интересных фильмах Типа вот рога, вот это и плюс сериал по книжке про доктора Ага, ты знаешь, что мы только что сделали? Что мы только что сделали? Заспойлерили фильм Блин, я даже как-то не думал Заткнись, ёб, заткнись, пожалуйста Простите, я правда не хотел Вообще, должны привыкнуть, что Костя спойлерит каждый раз в подкасте Поэтому Люси спрашивает Только что к нам присоединилась Доступен здесь сюжет Нет, нет, это бета только мультиплеера Три карты, четыре режима И заканчивается через полчаса Так что Да? Через полчаса? Да Восемь по Москве Ну, должна Может быть, конечно, будет что-то Я почему-то вспомнил сейчас видосики про то, как закрывали Некоторые популярные сервера популярных ММО-игр Ну, бывших популярных И как люди сидят на сервере до конца Там уже общаются, прощаются друг с другом Типа, вот, прикольно было с вами играть Спасибо вам, всё такое А потом, бац Сообщение Сервера из Шаттендаун Так грустненько всегда Вот примерно такое ощущение у меня оставил чувак Швейцарский нож Грустненько Нифига не понятно И вот осадочек я потом Блин, настолько грустно, что я сегодня стал слушать саундтрек Life is Strange Труп, на самом деле, это его дед, который умер давно Опять собаками убило Развиняюсь Блин, Игорь, ты заполз своими собаками Ну, не почитай Ну, не, интересно почитай Пожалуйста 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 Труп, на самом деле, это его дед, который давно умер Главный герой не смог перенести этого в детстве Эта травма мучила его всю жизнь сейчас достигла апогея в конце он все понимает расстается заболеванием и расстройством откуда почему дед мне кажется придумали это я вообще хера не понял то что ты сказал кто чей дед кто чей труп спрашивают если какой взаимодействие с окружающим миром или он статичен он статичный то есть нету вот того что мы видели в первом блокопси втором блокопси например пёс собачьи да блин вот я вот бегу как дурачок на самом деле назад этих собак лет они когда лают у них чего должен смотреть назад этих собак ну интересно у механических собак сфинктеры работают так же как у труп просто рандомный чувак на которого главный герой переносит свои воспоминания переживания родители приоценки своих ценностей но это я понял да это мы поняли да но а он труп и типа всем ок что чувак с трупом жил все мог что труп уплыл как лодка но на самом деле не плывал так потому что наркоман такой труп чувак наркоман выброс отработки наркоманом чтобы но я не буду сплететь да да че уж но за другая сторона да да че уж говорят что у этих механических собак сфинктер как затвор объективов фотокамерами да блин граната клёвая думал есть смаук джи жалуется что он уже заманался наушники снимать спасаясь от спойлеров Миссия выполнена. Доброе время. Так, мы ждем ад от Игоря. А-а-а. Сейчас. Сейчас. Да, прикольно, сейчас. Сейчас, короче, да. Потом не благодарите. Короче, офигенная тема. Пойдите заценить, скажите, что вы думаете. Там ссылка в чате есть, если что. Да я видел вопрос про Гострикон и не хочу на него отвечать. Все нормально. Нет, это не как на стриме Shadow Warrior. Просто прикольная ссылка. Нет, там... Варпо я уже оценил. Твы. Твы. Кинь еще ссылку несколько раз. Саш, как тебе последний обзор Баженова? Ну мы обсуждали это уже, очень мне понравилось. Сайт лег. Не надо меня донимать. Мультиплеер всегда статичный. Что ты пристал? Да ладно, что, они реально ссылка не работают? Да хватит так дубосить. Блин. Мой геймплат, я иду бось. Все, ладно. Простите, пожалуйста. Саш, просите, пожалуйста. Саш. Саш. Простите. Пожалуйста. Шаровидные туи. Не работают. Ну, короче, всем, кто перешел, теперь вы часто будете вспоминать туи во всяких ваших хайпедиках, сайтиков. Туя напрямую с питомников. Туя напрямую с питомником. Туя напрямую с питомником. Питомник туй. Просто нас тут не так давно... Подожди, подожди. Чувак пишет, я прочел слух. Туя смарагд, и у меня посреди комнаты появился красный рогатый мужик, и тычете меня вилами, а так и должно быть. Ну да. Собака анусовидные туи. На одном сайте туи точеные. Нет, короче, дело в том, что... Скажи ты. Нет, скажи ты. Расскажи. Нет, ты скажи. Ты видишь, я не могу. Ты можешь. Напрыгай свои руки. Короче, к нам кто-то как-то раз обратился с бедой наш товарищ, у которого везде, на всех девайсах, на телефонах, на компьютерах. И на ипэдике, и вообще... В виде контекстной рекламе постоянно всплывали туи. Вот он такой говорит, блин, я вообще не понимаю, когда я... Куда нелегко его занесло. Да, как вообще он мог попасть, блин, не специально даже, типа, на сайт про туи. Это вообще такая специфичная штука. Вот. И, короче, в какой-то прекрасный момент мы, конечно, там все над ним издевались. Он в итоге вот сформировал такую же ссылку, как мы, чтобы мне было понятно, что там. И, типа, мы ее открыли, и эти туи появились у нас. Вот. И теперь мы передали их вам. Это старая русская традиция передавать друг другу контекстную рекламу туи. Их туи его куча будет, ребят. Гуглил порно с хвойными. Вот откуда он заполучил туи в контекст. Он гуглил порно с хвоевыми. А, хвойными. С хвойными. Да, и вы можете распространять эту ссылку. Пустую пройдут своим хвойным маршем по земле. Вот опять же народ бегает просто. Они играют в TDM, а не в kill confirmed. Странно. Честно говоря, блин, я не смотрел, что я такое вызвал на свою голову. Ой, я что-то забыла. Короче, все это время совсем не смотрел комментарий чата. Вы простите меня, пожалуйста, сейчас я пойду смотреть. Какой чат? Ой, ну, с рекоментарием к стриму на сайте. Вопросы, чтобы поиграть в Modern Warfare Remastered, обязательно устанавливайте Infinite Warfare. Да. Она должна, по-моему, она должна быть в наличии... Я вот не знаю, что касательно цифровой версии. Я думаю, что мы тогда подробно это выясним уже ближе к релизу. В каких случаях? Чего? Как действовать? А чем речь? Ну, типа, можно ли в ремастер поиграть будет... Чтобы поиграть в Modern Warfare Remastered, обязательно ли устанавливать Infinite Warfare? Ну, возможно. Вот я не знаю, насчет устанавливать. Может быть, например, если ты покупаешь... Ну, на пикахе непонятно. А вот на консоли непонятно, да. Короче, и второй вопрос. В Infinite Warfare есть одиночная кампания, только MultiFlare, конечно, есть, как и в любом коде. Будет сингл, где будет играть... Джон Сноу. Джон Сноу и Кит Харрингтон. Джон Сноу и Кит Харрингтон, да. Да-да-да, два человека. Так, Саша, я постоянно вижу тебя на стримах по код, баттле и т.д. Тебе что очень нравятся такие игры такого жанра? Видимо, кто-то недавно сидит на сайте, но да. Саша, это... Цельнометаллическая сучка, или как ты меня называешь? Да-да-да. Или сук. Причем сучка? Сук, не знаю. Тебе нравится меня так называть. Ой. Тут кинули прикольный калаш на нас с тобой. Калаш? Калаш. Или калаш. 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 Золотая ту, я золотая. Наполняют сайты. Не знаю, чего наполняют. Игорь Тяп. Геймпад P4 еще не развалился. У меня вот-вот левый стик на двух падах был получен. Накрылись сраные Sony и стеклянные пады. Ой. Слушайте, вот у меня второй пад уже. Первый у меня развалился, да. Если кто смотрел стрим по пяти, который мы с Сашей стримили тогда еще давно. Когда пяти только вышел. У меня была проблема, что персонаж мой всегда идет вперед. Никак это не остановить было. То есть я вообще не держу геймпад в руках, а он идет, сука, вперед. Геймпад? Геймпад? Да. У второго геймпада резинка стал оторваться на правом стике. Но в будущем месяце мне привезут PlayStation Pro. Я надеюсь, что там будет тоже DualShock с приставкой Pro. Хотя, конечно, такого не будет. Там будет обычный геймпад, но я надеюсь, он будет крепче прежних моделей. Иначе какой хера, блин. Реально, он как говно работает геймпады. Это грустно. Геймпады сами по себе хорошие. Правда, тачпад так никто и не реализовал поддержку. Потому что нахер никому не надо это. Вообще, вырубили бы его нафиг. Все равно никто не используется. А, теперь же еще мне в лицо будет светить этот... Как его? Лампочка. Потому что на тачпаде будет светодиодная панель. Я вот еще думал сделать распаковку PlayStation Pro. Но посмотрим. Может сделаем, может не сделаем. Я не понимаю смысла распаковки PlayStation. Ну, показать, как выглядит, как шумит, как не шумит и все такое. Не знаю. Что, что, что. Ну, все знают, как она выглядит и... Ну, все знают по рекламным материалам, а как на самом деле, какие плюсы, минусы и так далее. Это важно. Тебе, может быть, это не важно, но это важно. Мне вот очень важно, чтобы эта сука перестала шуметь. Так сейчас вроде... Наша сломана была, а вот эта, например, не шумит, которая у нас сейчас. Ну, а вдруг Прошка будет шуметь. Эта гришь перестала шуметь. Она еще не начинала. Игорь говорит, конечно, не шумит. даже его флойка они нас смотрят ну что по идее осталось 15 минут до того как вырубят сервера хотя может и не вырубят за тебя враг остался ты пипец забегаешь ворота думаю что то в реальном это просто это постфактум вот я посмотрел как ты сыграл вот так начну вот так и начинаем очень грубо грубо группа группу группу группа там чуваки спамят в чате кто имя александр а как насчет стримов по psvr когда примерно вообще наступил гейм но у кого-то за редакцию ленин что-то появилось по сфер вот по поводу psvr я уже говорил что на игра мире я щупал psvr и дерьмо какое-то как мне кажется поиграют полчасика и забудут разрешение никуда не годится качество графики никуда не годится вот но может быть на playstation про будет иначе ну и скорее все так и будет но не думаю что там все будет хорошо все тут в чатике к нам обращаются с просьбой помочь в трудной жизненной ситуации как скрыть анимозависимость от родителей это фен что спрашивает халид 1337 фену скрывать уже нечего там по комната обвешенную сетку воли да 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 сушат мне всегда было интересно а вот они типа так любят этих маленьких девочек а вот если эти девочки вырастают они перестают их любить на маленькие девочки никогда не перестают быть маленькими ты когда тихо говоришь что не слышно поэтому твоя фраза порвалась на дают быть как же резидент и вел предстоящий с вяром норм будет ну блин качество самого с вяра дебильная поэтому как он может быть норм я когда на игромире надевал эту херь на голову я в итоге мне короче предложили симулятор орла я летала над водой над каким слонами над городом и в том числе ловила башку рыбу вот это было не прикольно потому что все было мутно и нет никакого эффекта присутствия я видела эти ну короче очки да ну вернее вот весь этот корпус который на башке висела я все это ощущали а ты на себя натянула то есть его можно регулировать мы все регулировали мы все пробовали мы все делали мне все равно я совершенно могла в это погрузиться у меня не было ощущения что я реально там летаю ну как бы то есть эти девочки не вырастают они нарисованы я перестань вы перестанете любить туи когда они вырастут что ты хотел сказать хотел сказать что я в квесты не играю вот кроме life стране что ни один такой но это не квест но все равно и в кусты никогда никакие не приходил вот жанр не для меня а еще я на граммире пробовал окулус скорее всего это был окулус и тоже я не остался доволен мутно непонятно геймплей игры был построен просто стоишь тупо и отстреляешь монстров очень прикольно конечно но на самом деле люди уже проголосовали рублем вер появилась ну примерно полгода назад и за все время существования vr купил там меньше одного процента пользователей steam и показатели роста увеличивается это говорит о том что указатели роста не увеличивается да что 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 да и стреляю а у меня поправляют ну тогда прекрати говорить это пока говоришь что life is strange это унылая гомосятина для девочек вообще гомосятина между прочим нет ну ладно ну окей в конце полосцеловал я хлою что гомо гомосятина что ли перед смертью это еще не поцеловать что ли я пока ухожь поцеловать перед смертью но не никого хочешь конечно вот только сказал потом уже свои слова забрал какой-то вот просто трепло вопрос подумал что маленькую девочку целовать перед смертью странно прикинь еще врач вот такой вот спрашивать если у нас команде азиаты или черные ну вот сегодня играет меня желтый назвал так что может быть у нас появился азиат да вроде не таки на игра мире пробовал виара там и саи мне очень даже понравилось ходил полу полу разглядывал зомби стрелял и прочие качество радиусы двух метров вполне сносная но прикольный 1 полу разглядывать ну вот у playstation вверх качество не только в отдали падает но вот перед тобой ну вот эти вот субпиксенная система короче ладно так субпиксировать когда сказал что ты можешь поцеловать все какого угодно тут спрашивают с собой поцелуешь но я позволю тебе ничего не отвечать я хотела ты действительно сфинктер твоей маме поцелую но эй не твои саша эй а фу эй эй только не говори что сфинктер сфинктер розень какой-то странный комментарий ну допустим единственный норм квест новелла бесконечное лето там такие четкие телочки но леночка вскрыла все свои тузы в рукаве скоро выйдет новая игра от советов жду там все будет лучше и красивее даже может передушить лысого это кстати этот комментарий написал человек который как раз спрашивал совета как скрыть свою анимазависимость родителей вы знаете мне кажется у вас уже какие-то наблюдаются проблемы с вами сейчас напоминаешь на самом деле эту тёлку которая спорила по поводу покемона гоу что только дауны играть так многоу я думаю что спасибо 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 алексей спасибо что почему спасибо что это напомнило какой тут пизду ну я ты не дала мне договорить ну хорошо пусть будет так ты напомнил лет тупую пизду саш конечно не совсем уверен что в ps про будет разница в графике с обычной плойкой скорее всего просто разница в фпс поэтому яр наверное и на про будет у г-нет качество графика будет увеличен увеличена увеличили качество бля саш ну игорь из вас можно так разговаривать детализация будет увеличена счет 2 балл из биле уже многие разработчики говорят что графон не будет на пластиншем про гораздо лучше но разработчики конечно что ничего не сказать а насчет фпс вот с ним не все понятно на самом деле у playstation процессор остался тот же он просто немножко разогнан и может быть его не хватит для стандарта 1080 60 фпс например спрашивает а кто такая валерия зимницкая у нее был стрим слове но больше я нигде не видел это подписчица валерия работа у нас на сайте помогала нам рисовать афиши и делать прочие всякие штуки качестве художника но с некоторых пор она у нас больше не работает я не знаю что она была мог быть они звонить и по решили что-то постримить я не не слежу за эфирами сорян качество будет увеличено что тут не так я даже не знаю да саша любит люблю ничего что там еще гпу есть ну гпу не может работать на максимуме если процессор на максимум если процессор является бутыл горлышком бутылки фига вот это образы пошли ну это термин железном сообществе нам тут сообщают что сэньцо два месяца на лучшем сайте об играх то есть он уже два месяца подряд подписан на наш канал спасибо большое сын 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 соу и на ролл какой видях убрать спрашивают rx 480 или 1060 я бы взял 1060 вот так по крайней мере я так собирался делать когда-нибудь если тут снова спрашивают почему нет дэнчик и сокрушаются но я напоминаю что denis у нас трудится над трудностями перевода они на той трудности что трудно даются ему вроде будущее велик все те же тоже это классика их менять винтаж да зачем придумывать велосипед вот это такое выражение типа она применимые к великам тоже спрашивают турнир при мастер еще в сирии да я надеюсь что в сирии мы обязательно это все осуществим вряд ли это будет прям сразу под выход под релиз это будет наверно чуть попозже но я надеюсь что на пересечении ноября может быть максимум декабря до конца года короче обязательно запилим что-то что сейчас было про горлышко для ставки ту и понравилось где-то где около девственника в смысле чувака девственник а вы пробовали увеличивать горлышко доставки туда понятно спрашивает вы часто матюкаетесь на стримах вы в жизни нет вернее вы часто матюкаетесь на стримах вы и в жизни часто матом говорить или только ради стримов боже все ради вас на самом деле мне нравится матюкаться и не нравится слушать матюки вот например тот же подкаст душевный подкаст мне кажется кости иногда переборщивают с матюками вот а так подкаст просто бомбезный всем слушать вот без шуток вот единственный подкаст проектора который можно слушать давно такого не было когда-то адовая кухня была норм но после десятого наверно выпуск уже не то было ну вот а ребята наши держатся и респект респект если одна рыжая жопа бы еще не спойлерила периодически фильмы фильмы какие кому подкасте да не ты конечно же пища может идти речь кроме когда я подумал что он про меня он на самом деле про костяну то есть он спойлерит вообще все да то есть про все фильмы но старается спойлерить потом как начнет ладно ну что уже семь часов смысле по нашему по вашему то 8 смысле по московскому по вашему поскольку вы на территории всей страны раскидный фиг знает кстати сколько у вас там время давайте стандартный вопрос с удовольствием смотрю я думаю надо закругляться часто в карте играешься закруглим мою залупу отлично фишки у нас с этим марк смотрит он маленький проект вообще наш стрим смотрят дети на самом деле сайт у нас 18 плюс поэтому я думаю что родители нарушают закон так что привет родители и ты победил я во всех играх всегда побеждаю вот моя команда проигрывает побеждаю действительно команда игры проиграла но сам он конечно победил поэтому ну что же пришло время прощаться с вами вы смотрели стопкин точка руси 7 вам показывали бета мультиплеера получить infinite warfare которая выйдет уже не так долго осталось ее ждать давай пару слов как тебе мультик все таки завершающий какой-то резюме но мультиплеер прикольно он мне нравится гораздо больше но пока что нравится гораздо больше больше black ops 3 вот главное настроить класс под себя нормально ну и прокачаться но это нужно какое-то время вот мы будем смотреть что будет дальше но пока нормально играется отлично ну я думаю что все подробности уже и про мультиплеер и пола про синглплеер будут в нашем ревью ну и что до встречи на стоп гейм ру пока пока мультиплеер Продолжение следует...